Молодежь в политику! Школьники выбрали своих представителей в совет молодежи. Сольная игра. Педагог по классу фортепиано организовал творческий вечер для свобачан. Планета юмора. В городе впервые состоялся фестиваль юмора и сатиры. А теперь об этом много в другом подробнее. По традиции наш выпуск мы начинаем с коротких новостей. 11 апреля в администрации города прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В заседании приняли участие глава городского округа, глава администрации, заместители главы администрации, начальники отделов мэрии, начальник отделения полиции, заведующий отделением комплексного центра социального обслуживания населения, руководители учреждений и предприятий городского округа, а также и депутаты Думы городского округа. На повестке заседания стояло обсуждение информации о ходе проведения мероприятий по празднованию Дня Победы. Было принято решение продолжить реализацию мероприятий в соответствии с планом работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часы приема посетителей в МФЦ вы видите на своих экранах. Между тем, запись в трудовую бригаду для насовершеннолетних производится в администрации городского округа, зато свободной, в кабинете номер 210. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 марта на обучающейся объединении робототехника, современной технологии, самоделки, инстанции юных техников приняли участие в областном фестивале детского технического творчества «Технофест», который проходил в железнодорожном техникуме Екатеринбурга. В рамках фестиваля ребята представили свои проекты в номинации «Мир машин и механизмов, робототехника и машиностроения», «Стимпанк», «Махетирование» и «Самоделки». По результатам мероприятия ребята привезли два диплома за первое и третье место. Добавим, что «Технофест» – проект в направлении на вовлечение детей в изобретательскую и рационализаторскую деятельность, выявление талантов и дальнейшее их профессиональное запровождение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце марта в качестве поощрения победители второго этапа фестиваля школьных достижений, ребята из 8-го Г, посетили завод «Кока-Кола» в Екатеринбурге. Во время экскурсии детям показали заводские цеха и продемонстрировали все этапы приготовления газировки. Затем ребята посетили музей «Кока-Кола», в котором собраны экспонаты, связанные с историей напитка. В частности, там есть постеры с рекламой газировки, банки и бутылки разных периодов существования бренда, необычные вкусы напитка из разных стран, брендовые вещи. А также там можно увидеть и потрогать ретро-холодильник и настоящий олимпийский факел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 апреля с 9 часов до 3 часов дня на площади у Дворца культуры «Свободный» состоится ярмарка «Сад и дача. Весна-2017». В ассортименте плодово-ягодные и декоративные деревья, мясо, рыба, кондитерские изделия, мед, чай, текстиль, детский трикотаж и многое другое. Начало развлекательной программы в 11 часов. Приглашаются все желающие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросом политики был посвящен прошедший молодежный форум, который состоялся в школе номер 25. Главной задачей встречи был выбор школьных представителей в Совет молодежи. Приглавия городского округа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущее России в руках молодежи. Об этом говорит и глава городского округа Владимир Мельников в своем выступлении. «Мне кажется, что за последнее время именно органы муниципального управления, депутаты Думы и непосредственно вы, молодежь, молодежь нашего прекрасного, маленького и гордого, зато свободно, стали очень сильно сближаться. И сегодня я считаю, что очень серьезные, знаковые события. Вы выбираете новый Совет молодежи. Вы выбираете тех людей, которые будут впоследствии все мысли, которые существуют, молодые, креативные, интересные мысли, будете доносить до власти. А власть уже, соответственно, будет, как их воплотить и вместе делать». Совет молодежи при главе городского округа. Для некоторых представителей подрастающего поколения это место может стать отправной точкой в политической карьере. «Действительно символично и закономерно, что Совет молодежи создан именно при главе городского округа. Вы занимаетесь политикой, знаете, что это высшее должностное лицо городского округа. Поэтому кому как минимум необходимо знать ваши чаяния, желания, мысли. Поэтому я хочу пожелать вам плодотворной работы. Также хочу пожелать, чтобы вы не забывали про учебу в первую очередь, потому что вы идете на смену многим политикам и в первую очередь нужно образование». Именно третьему составу у Совета молодежи при главе городского округа посвящено особое внимание во время форума. В этот день школьники выбрали своих представителей. Пять кандидатов. У каждого свое видение развития городского округа, свои планы и предложения. Так Полина Сафронова подняла проблему выгула собак. «Первое. Установить таблички в местах большого скопления людей. Сзади домов. Около ДК свободны. Родников, пруда. Второе. Привлечь для создания табличек школьников. Третье. Увлечь волонтерское движение Киви для установления табличек по городку. Четвертое. Около детских площадок я предлагаю установить запрещающие таблички для прогулок собак. Вид табличек, которых можно установить. Свободны наша малая Родина. Давайте очищать и украшать его, а не застарять». Валерия Шупыра затронула сразу несколько больных тем для городка. «Для улучшения нашего городка я предлагаю открыть детское кафе около Поляны Сказок, так как в нашем поселке не предусмотрено место для встреч детей и подростков в дружеской обстановке. В нашей школе открыли бутылка, но отсутствует помещение для обучения в стрельбе, поэтому я предлагаю организовать сирь для клуба на первом этаже пятого дома. В нашем поселке большое количество владельцев собак. Место для выколо-тренировки собак отсутствует. Мое предложение – построить площадку для выколо-собак и оборудовать ее специальными урнами. В дальнейшем поставим такие урны по всему поселку. Любимым местом отдыха свобачан летом является Ирский пляж. Пруд окножается к территории деревни Ива. Я предлагаю организовать совместную работу жителями деревни по благоустройству пляжа, а именно завести песок, следить за чистотой территории при помощи волонтеров, помочь с его замусором. Также я предлагаю поставить урны на топинках до пруда и родника». Школьникам предстояло сделать свой первый в жизни серьезный выбор – проголосовать за кандидата, который, по их мнению, должен представлять интересы школы в Совете Молодежи. Творческий вечер сольного исполнения Людмилы Смоленцевой состоялся на этой неделе в музыкальной школе. Музыкальное мероприятие посетили и дети, и взрослые. Что представил зрителям маэстро? Смотрите в следующем сюжете. Музыка романтиков. Музыка романтиков. Именно ей Людмила Смоленцева посвятила свой сольный концерт, который прошел в детской музыкальной школе 11 апреля. И этот репертуар был выбран не случайно. Романтизм – одно из ее любимых музыкальных направлений. Специально не было такой задумки, что концерт там. Это прошлый год прошел всероссийский конкурс исполнительских сил, педагогов, концертмейстеров. Ну вот я там хорошо отметилась, получила диплом третьей степени. И потом пошел разговор, что не поиграть ли нам вот так вот для своих в школе. Свой творческий путь Людмила Васильевна начала еще будучи школьницей. С тех пор музыка стала смыслом ее жизни. Дети же не идут самостоятельно. Ну вот, весь двор пошел, и я пошла. А потом было жалко говорить маме нет, потому что уже как-то все, процесс пошел, надо учиться. Идея организации сольного концерта вынашивалась весь год, а вот воплотилась жизнь буквально за пару месяцев. Чайковский, Шопен, Лист. На этом вечере зрители могли насладиться произведениями многих композиторов. Ну, я сидела, конечно, в одном моменте, я ей поревела немножко. Ну, все, пошлось хорошо. А добрые и положительные отзывы – это, пожалуй, и есть главная награда за труд. А вот в минувшие выходные, 9 апреля, православные христиане отметили вход Господень в Иерусалим. В народе этот праздник называется Верным Воскресением. Как свобачане встретили его в нашей видеозарисовке. Верным Воскресением Верным Воскресением Верным Воскресением Верным Воскресением Спортивные состязания по настольному теннису в минувшие выходные состояли в спортивном зале Дворца культуры «Свободный». За ракетки взялись спортсмены, педагоги и военные. На мероприятие побывали и наши коллеги из школьной телестудии «Свой голос». Наша телестудия продолжает выпуск новостей. Здравствуйте, с вами Бочарникова Вероника. В минувшую субботу съемочная группа «Своего голоса» побывала на муниципальных соревнованиях по теннису. Как прошли соревнования в сюжете «Чернобай» Софьи и «Родионовой Арины». Здравствуй, «Свободный». Дорогие телезрители, вас приветствует детская телестудия. Все дети знают, что по утрам нужно делать зарядку, чтобы быть в хорошей форме. А вот здоровые спортивные представители учреждений нашего поселка с зарядкой не ограничились. В эти самые минуты команды учреждений разминаются на теннисном корте перед началом открытого педальства по настольному теннису в городском округе «Затос Свободный». Всего на теннисный корт в этот день вышли 8 женщин, 14 мужчин и 5 команд. Спорт – это мотивация быть лучше. Спорт – это средство достижения цели. Спорт – это здоровье. Спорт – это уверенность в тебе. Поприветствовала участников соревнований и сказала напутственные слова, исполняющие обязанности первого заместителя главы администрации Фасахова Елена Николаевна. Под гимн Российской Федерации победитель соревнований прошлого года, директор детской и юношеской спортивной школы Алексей Реутов поднял флаг России. И соревнования начались. В индивидуальном зачете среди женщин победила опарина Людмила. Дворец культуры «Свободный». А среди мужчин снова одержал победу Реутов Алексей – детская и юношеская спортивная школа. В командном зачете первое место также заняла детская и юношеская спортивная школа. Наш учитель физической культуры Гущина Марина Александровна тоже выступила результативно. В личном зачете у нее второе место. Поздравляем от души! Какое учреждение вы представляете? Детский сад «Солнышко». Что для вас значит спорт? Спорт – это значит здоровье. Спорт – это значит красота. Какой год вы принимаете участие в соревнованиях по теннису и каких результатов вы уже добились? В соревнованиях я принимаю второй год. И в том году у меня было второе место. Мы поздравляем вас и желаем вам удачи в этих соревнованиях. На первый взгляд теннис может показаться не очень зрелищным видом спорта. Однако популярность его среди молодежи, учащихся и жителей городского округа растет с каждым годом. Это испытание не только на выносливость и ловкость, но и стратегию и тактику. Что для вас значит спорт? Ну, для меня в первую очередь спорт – это, конечно же, здоровье. Это поддержание фигуры в нужном тонусе. Ну и хорошее настроение. Какой год вы принимаете участие в соревнованиях по теннису? Первый. Первый год. Мы желаем вам удачи. Победители соревнований были награждены медалями, грамотами и сладкими призами. Арина Родионова, Софья Чернобай, Вероника Коваль. Свой голос. Новости прошедшей недели. Смотрите выпуски своего голоса в понедельник на официальном сайте Свободного. А я, Вероника Бочарникова, прощаюсь с вами и напоминаю, что в Свободном стартует акция «Бессмертный полк». Все желающие стать в ряды полка с портретом своего героя 9 мая могут обратиться в 35-й кабинет нашей школы с 15 по 22 апреля. До свидания. Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесем их лица победным стролем. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не перешедших полей не в землю наши полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Память о прадедах, братьях и отцах, о тех, кто своим подвигом ценой в жизнь подарил нам День Победы. Идут, идут, ими нет конца. Колонны героев, ставшего легендой у полка, их вытасшие снимки, как иконы, мы сохраним потомкам на века. Всех, кому дорога память о своем фронтовике, 9 мая мы ждем с портретами вашего солдата на построении Бессмертного полка. Они должны пройти парадным строем в любые времена. А вот с юмором в свободном все в порядке. В этом могли убедиться зрители, которые в субботний вечер 15 апреля посетили фестиваль сатиры и юмора. В гостях у сказки. Это мероприятие прошло в городке впервые. И, как отметили многие, старт был успешным. А все подробности далее. Военным работникам культуры и педагогам школы на время пришлось забыть свои прямые обязанности. Сегодня главная задача не защищать, петь или учить, а смешить. Улыбки на лицах зрителей появились с первых минут, когда на сцену вышли школьники и исполнили всеми известные и всеми любимые музыкальные хиты. Девочка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я берусь, вернусь, и ты узнаешь. Девочка моя, синекатая, ну, скажи, что любишь ты меня. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он такой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть душево, бой. Возрождение новых традиций, оно началось, когда здесь, вы помните, в день кино, в день окончания года кино выступала очень интересная группа, товарица компания. И, наверное, вот тогда, в принципе, тогда и было принято решение о том, чтобы возродить вот этот прекрасный, замечательный фестиваль сатиры и юмора. Я понимаю, конечно, к сожалению, не так много сейчас людей в зале, но, наверное, это самые креативные слабачане, которые сюда пришли для того, чтобы увидеть, оценить и поддержать свои команды. Я думаю, что традиция эта наша будет продолжаться, и уже в ближайшее время будут очередные фестивали. Думаю, все у нас с вами получится. На сцене три команды – от Дворца культуры «Аварец» и компания «Школа номер 25», после шести и творческий коллектив 42-й Тагильской ракетной дивизии «Автомат» Ха-Ха-Хашникова. Приветствие, разминка и домашнее задание – путь к победе стандартный, как в обычных играх КВН, и каждая из трех команд идет к ней с юмором. Каждая шутка – повод для смеха. Педагоги тешатся над современным молодежным сленгом. Недавно зашла в ВК, дошла МЧ, поставила лайк. В общем, если все будет ок, будет СП. О, ты такая ТП. В смысле? Ну такая прикольная. А я вчера поехала на ПТП в ЖКХ. И чё, и чё? И чё, послала их всех в жопу. А они чё? А они мне стали в уши лить про какой-то УК РФ. Ты не знаешь, кто это такой? Так, походу, они тебя тоже в жопу послали. Военнослужащие шутят о навалевшем девушках. Вот я вчера с девчонкой познакомился. Красивая? Да я как-то не спросил. А мне вот тоже одна девочка нравится. Только я не знаю, как с ней познакомиться. Так ты возьми её за ручку. А у неё что, ручки специальные приварены? А что у меня было? Вчера познакомился с девушкой на кладбище в 2 часа ночи. Что, экстремалка? Нет, сторожика. А вот я вчера объявление в газете прочитал. Молодая, разведённая блондинка позволит развести себя ещё раз. А меня в детстве, когда оторвали от груди, сказали, крепись, сынок, лет 15 такого не увидишь. Дворец культуры с юмором обыгрывает тему диспансеризации. Дворец культуры. Три литра? Сразу видно, творческие люди. Дошкольные учреждения. Пять литров. Это с новым садиком? С новым только литр. В следующем году наберём, наберём, девочки. ЖКХ. ЖКХ. 19 литров. Дружный, сплочённый коллектив. К одной семьёй. Молодцы, молодцы, ребята. Вы 4-4-103. Молодой человек, подождите, я же просила КамАЗами не завозить. Сколько у вас? Две тонны. Стоп. У вас Камдеев ещё не уехал. 6 килограмм допишите, пожалуйста. Ох уж это мне диспансеризация. В разминке к игре весёлых и находчивых подключились члены жюри. Они задали командам вопросы в надежде получить смешные ответы. Территория городского округа ЗАТа Свободной занимает первое место порождаемости в Свердловской области. Итак, вопрос. Кому же нужно сказать спасибо? Мужчинам, женщинам? Ну или ваш вариант? Нужно сказать спасибо главе городского округа Владимиру Вячеславовичу. Он всегда говорит, всё у нас получится! Молодцы! Что было бы, если бы стрела Ивана Дурачка попала бы в Бабу-Ягу? То Ивану Царевичу пришлось бы взяться за старое. Команда Дворца культуры представила зрителям интерпретированный вариант Маугли. Где-то в далёких джунглях, в сказочной Индии, жил малец, которого когда-то непутёвые родители подкинули стаи волков. Шло время, мальчик рос и обзавёлся друзьями. Друзья, конечно, нечеловеческие, но тоже пойдёт. И стала проблема перед нашим человеческим детёнышем. Тем ему быть в его 30 лет. Матушка, матушка-молчица! Каким же долгим был тот путь в выборе профессии! Но я, я наконец-то нашёл себя! Матушка, я хочу стать звездой! Я хочу петь! О, Кришна! И где ты берёшь эти молчьи ягоды? Да уж, ужас! Да пусть жрёт! Чё, вам жалко, что ли? Мама! Ну, мама, это точно моё! Я! Сынок! Я прошу тебя, давай уже успокоимся! Врачом ты бы хотел стать! Посмотри на змейку! Посмотри! Мы не можем развязать его вторую неделю! Посмотри, обезьянная! Бегает мой славный котел с пищей десятой дороги! Хватит! Давай, давай, мой мальчик! У тебя всё получится! Мама! Мама, у меня всё получится! Я сейчас спою! Всем привет! Мы не хотим спать! Слышишь, это шумка, пати безумных! Мы будем с теми, кто будет танцевать! Ведь мы отрицаем, как обезьяны в жутках! Мужик! Да пусть тебя орёт! Чё, вам жалко, что ли? И всё-таки ты жрал где-то эти волчьи ягоды, гадёв! Мама, ну! Ну, опять не выйду даже! Всё! Уйду я от вас! Надоели вы мне! О случае в индийском ресторане показали военные из творческого коллектива 42-й тагильской ракетной дивизии. Где же этот официант? Катуба! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Педагоги школ номер 25 спели о девушках свободного, о социальных проблемах и женском счастье. Танспортир, сбоку надпись «Миру мир» и техничку школьную по кличке «Мой-то ты». Школьное счастье, страшные подруги, а я первая красавица в округе. Школьное счастье, школьное счастье. Вот уже своя семья, а в семье год за два. Каждый день обоськи с кабачковою икрой. Бесорубки, душлаки, бигуди и утюги. Кто бы мог подумать, как приятно быть с женой. Женское счастье, муж командировки, Хомячок и дети у свекровки. Женское счастье, муж командировки, Хомячок и дети у свекровки. Почитай, не роман. Ой, прости, ты ж Степан. Витя говоришь? Да ладно, Женя. Нам уж восемьдесят пять, Но мы ягодки опять. Но уже в варенье пили в джеме. Старость не радость, а большое счастье. Участие, участие, участие. А вот победа досталась лишь одной команде. Но перед тем, как объявить победителя, члены жюри поделились впечатлениями от прошедшей игры. Огромное спасибо всем командам. Я хохотала как сумасшедшая. По-моему, ржала громче всех на весь зал. Мальчики, автомат Хохашникова. Если вам нужна будет девочка, я согласна. Танец живота, научусь танцевать. Это наш первый блин. Но комов не было, закидали нас смешными блинами. Еще раз огромное вам спасибо за веселый вечер. Оглашение результатов и третье место занимает Аварец и компания из Дворца культуры. Второе место заслуженно досталось команде после шести из школы номер 25. А победителями стали военные из команды автомат Хохашникова. Это было неожиданно на самом деле. Это наше первое участие. Но мы надеялись и мы просто ставили все просто так, как будто как первый и последний раз. Больше у нас шансов не будет. И, видимо, играли на все сто. Как видите, оценили. И мы очень рады, что нас отстанели в достоинстве. Как долго у вас ждали штуки? Как вы думаете, что вы главные действия? Во-первых, мы работали всей командой. Мозговой штурм. Ни один день, ни один час. Мы просто сидели. Честно говоря, мы немножко переругались. Нет, нет, это не то, это то. Мы боялись, что этот калорийн просто нас... Ну, нет, мы команда. И мы ставили, ну, наверное, на протяжении месяца. Мы просто, мы кроме этого проекта еще кроме нас другие, да, там были проекты. Но мы работали, работали вот последние, последние две недели, неделю была просто мозговой штурм, работа, работа, работа еще раз. Практически без перерывов. Да, мы просто... Каждый член своей команды внес определенную лепту в эти шутки. Фестиваль только завершился, а организаторы уверяют, что он станет новой и доброй традицией для городка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодня это все новости. Читайте газету «Городской Вестни», которая продается только в пяти магазинах города. Гурман, Тополек, Центральные Пингвины, Продукты. А также заходите на наш сайт город.нс.ру И будьте в курсе всех событий Нижней и Верхней Салды, а также региона. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова